Самый сильный снегопад за последние 100 лет прошел в Подмосковье в минувшие выходные. За два дня снега выпало больше месячной нормы. Во вторник, 6 февраля, вопрос уборки снега на внутридворовых территориях и на дорогах Московской области обсудили на расширенном заседании правительства Московской области. Глава района Андрей Кулаков прокомментировал ход работ в Раменском районе. У нас выпало около метра осадков. Это вообще рекорд за все время наблюдений. Поэтому, конечно, ситуация сложилась неординарно. И надо дать должное нашим всем коммунальным службам, дорожным службам, что вовремя начали мероприятие по уборке территории. И на сегодняшний момент, я считаю, что этот критический уровень мы прошли. На сегодняшний момент практически все дороги в городе Раменское, имеется в виду основные дороги, расчищены. В поселках тоже практически 95%. И в селе немножко похуже ситуации, но тоже порядка 80% дорог находится уже в нормальном состоянии, по которому можно проехать, передвигаться спокойно и безопасно. Андрей Кулаков отметил, что в Раменском районе большая протяженность дорожно-транспортной сети. 1 600 километров муниципальных дорог, 400 километров региональных и 200 километров федеральных. Несмотря на такую нагрузку, все-таки, повторюсь, мы справляемся, справляемся все-таки с определенными оговорками. Немножко сложнее у нас дела обстоят на внутридворовых территориях, но поскольку там убираться гораздо сложнее в том плане, что, конечно же, стоит очень много транспорта на парковочных местах и на тротуарах часто. На сегодняшний момент наше МБУ содержание благоустройства вывело на улице порядка 80 человек для уборки территории и порядка 20 единиц техники у нас работает. Этого количества, может быть, недостаточно, но, тем не менее, это позволяет нам в этом режиме работать и справляться с ситуацией. Что касается дорог общего пользования, у нас работает около 90 единиц техники по муниципальным дорогам и около 30 единиц техники по региональным. Сложившиеся погодные условия показали, что есть необходимость дооснастить организации техникой и больше людей привлекать в штат. Я принял вчера решение, что мы выделяем порядка 30 миллионов рублей, это совместно с субсидиями Московской области, для закупки тяжелой техники, для расчистки наших дворов в наше муниципальное бюджетное учреждение содержания благоустройства. Понятно, что это потребует времени, и эта техника в полном мере, как снегоуборщина, начнет работать только в следующую зиму, но, тем не менее, сегодня надо об этом уже думать. Конечно же, нам нужно сделать все возможное, чтобы как можно быстрее и быстрее реагировать на такие погодные условия. Ситуация остается под контролем главы района. Главы поселений ежедневно отчитываются о результатах Андрея Кулакова, который поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снегопада и продолжить вывоз снега. Я просто попрошу наших жителей еще немножко потерпеть, потому что действительно никто не сидит, все работают и работают круглосуточно, и все силы и средства, которые имеются в нашем распоряжении, они задействованы. То есть ни один человек не относится к своей работе. Поэтому я вас заверяю, что в ближайшее время мы справимся с ситуацией. Сергей Григорьев и Марина Миткевич для программы «Городские вести».